Добрый день, добрый день! В прямом эфире наша историческая программа Сделанная в Вятке. Меня зовут Владимир Сметанин и спустя две недели я приветствую в нашей студии Сергея Шуклина, историка, краеведа, исследователя как я в прошлой передаче вас Сергея Ивановича крестил Анфилатовед. Сергей Иванович, здравствуйте! 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 Да, две недели назад в это же время выходила программа посвященная ксенофонту Алексеевичу Анфилатову мы подробно говорили о его торговле, да, о его торговых связях с другими странами, о том, что налаживание деловых контактов с Америкой. Ну а сегодня мы предупреждали вас, что ли сегодняшнюю программу мы посвятим в основном созданию Анфилатовым общественного банка в Солбатском. Да-да-да, если вы об этом никогда не слышали, то это славная страница нашей истории. Но перед этим, Сергей Иванович, все-таки хотелось бы пройтись по основным векам биографии нашего земляка, ксенофонта Анфилатова, а затем уже мы как раз-таки подойдем к идее создания банка. Во многом уникального и уникального по сей день. И в чем ценность еще нашей сегодняшней передачи? Сегодня, вы сказали, будут озвучиваться те моменты, те истории, те моменты, те стороны, о которых много-то людей по большому счету еще не знают, потому что активное исследование жизни Анфилатова было более 100 лет назад уже, да? в 1910 году. Давайте вспомним, выходило издание авторства Германа Замятина. Вот как раз-таки исследование, да? Это большая книга, одна книга? Да, это одна книга. Вот она как раз перед нами сейчас. Герман Замятин, известный историк, профессор Дербского, Воронежского, Вятского Университета. Он сохранил нам очень многие моменты и документы, но за этот период появились и новые документы, и новое мнение, и открылись неожиданно. Более того, в его работе... За это время, то есть за сто лет с лишним. Да. Тем более, что в тексте есть прямые вопросы, которые он, например, не знает, и хотят... Отец на них не дает. Да. Ну, он в версии... Ну, конечно, прежде всего, надо вспомнить, о чем все-таки Анфилатов... Потому что, если сто лет назад о нем все знали, потому что это была знаковая фигура для русского предпринимательства, не только Вятского, но и для Российского. Я потом это подробнее немножко расскажу, когда было столетие Анфилатовского банка. Но что он сделал? Как он появился как предприниматель? И тут нужно сказать очень интересный момент. Ксенофонт Алексеевич Анфилатов родился в крестьянской семье 26 января 1761 года. Имя свое он получил по святцам, потому что семья была очень религиозная, а так как 26-го, то он стал ксенофонтом. Это говорящий на другом языке. Значит, что мы можем сказать? Семья переселяется почти сразу в Слободской, так как они записываются цехами, но в какой цех мы не знаем. Анфилатовы занимались... Давайте поясним. Цехами это значит скорняжники, кузнецы... В общем, это профессионально. Да, это профессионально. В Слободском было очень сильно, это значит скорняки, несколько цехов и, значит, кожевники. Есть кузнецы, но Анфилатовы точно не кузнецы, потому что вот у них... А это насчет этого дела в Слободском по-прежнему? Нет, там у нас нормальные кузнецы, но вот из всех Анфилатовых кузнецами из 83-х семей до революции ни один не занимался кузнечным методом. Зато извозом занимались половина, потому что и Вагина, и Шостякова, и Всесвятская находилась на Большом Сибирском тракте. Что это, собственно... Расположение... Да, да. И вот все эти 18, так сказать... Вообще-то, кстати, это был даже один пластогон. Ну, это путешествие. И вот, что это такое? Дорога на Сибирь была очень тяжелая. Достаточно сказать, что она появляется после того, как утверждается дипломатическое отношение между Россией и Китаем. И проводником был наш купец Семен Лянгусов. Вот. Анфилаты занимались извозом. Ну, чтобы представить эту дорогу, просто сказать, что, например, когда пошли кандальники, то дорога в один конец у них занимала два года. Кандальники — это осужденные затеи или иные антигосударственные, так скажем, деяния. Значит, ямщики, конечно, быстрее, но все равно в процессе они переобувались. То есть нужно было менять колеса на это... Что же так... На сани. Да, на полосе. Или наоборот. Да, или наоборот. Переход с лета на зиму либо наоборот. Что же, собственно говоря, туда везли? Потому что самое-то главное. Зачем? Туда везли различные русские товары. Это и холсты, и железо. Я вот гвоздь вам показывал. Да, да, да. Пожалуй, это стоит показать, потому что это гвоздь. Это гвоздь, как сказал Сергей Иванович. Это гвоздь, который... Из дома Анфилатовых. 18 век. Почему я показываю этот гвоздь? Дело в том, что за такой гвоздь... Сергей Иванович, простите, да. Его смогут увидеть нас и слушатели. Мы сейчас делаем видеозапись нашей беседы. И потом на сайте Кирова.ру, пожалуйста, заходите и действительно увидите, что гвоздь, как утверждает Сергей Иванович, из дома Анфилатовых. Да это подлинно. Вот. За такой гвоздь можно было обменять в Сибири, это где-нибудь в районе Охотска или в других, можно было обменять на шкурку чернобурной рельсицы. Если повезет, можно было и ценную. Шкурка тогда стоила несколько рублей. Очень ценно, сто рублей. Что можно было купить за эти деньги? За эти деньги можно было купить лошадь. А за большую, хорошую ценную, можно было два ялика купить. Ялики это суда с парусами, небольшие такие. Речные? Да, речные. То есть понимаете, что... А ведь шкурка она легкая. А сани нагружалась где-нибудь 150-200 пудов веса. То есть это выгодная торговля. Ну, конечно, туда везли водку. Увез однажды и все, обеспечен считаем. Да, если повезет. Но еще надо довезти, потому что там это и замерзнуть можно, и волки могут напасть, и разбойники. На других дорогах там были целые деревни уходили в разбой, особенно так сказать. То есть это было довольно-таки опасное мероприятие. Время бежит. Да, да, все, все. Значит, Анфилатов занимался торговлей и стал крупным акционером российско-американской компании. Об этом сейчас не говорят. И вот, будучи акционером, после знаменитой экспедиции Шелихова, Анфилатов покупает первое свое судно в 1790 году. Как раз на два пая, вероятнее всего, которые он получил по этой экспедиции за 3400 рублей. Большие деньги? Да, но самое интересное другое, что он купил их у Антона Мессендика, у которого был судно, которое называлось Радищев. Только не в честь Александра Радищева, а в честь его брата Моисея Радищева, который был начальником таможни в Архангельске. Вот. Ну, Анфилатов был, похоже, знаком и с Александром Радищевым. И это очень интересно, так сказать. Но, опять же, мы немножко, так сказать, он начал торговлю с Архангельском, начал это, так сказать, и в 1803 году он, значит, в 1802 он учреждает первый, значит, торговый дом в Лондоне, а в третьем году он вместе со своим тестем и гассенским купцом де Брокера, они основывают одну из первых акционерных компаний в России, это Беломорскую компанию. Почему мы, так сказать, это... Потому что ее акционером был император. И они имели право, в том числе, беспошлино торговать солью. Это очень важно. Это как уже купцы, самый высший герой. Да, это... Более того, Анфилатов получил право выходить прямо с посланиями на кабинет министров графа Румянцева и на самого императора. Причем в одном из писем, там прямо сказано, что считайте, что я его уже поддерживаю. Это очень, так сказать, это важно. Но Анфилатов не... Это не... Он... И, значит, проект начинает двигаться. Интересно следующее, что отправка кораблей в США была по просьбе правительства. Российской империи. Да. Это говорит и граф Мордвинов, военный министр. Это говорит Синксенов фон Анфилатов. И там очень интересный эпизод, но мы про него уже так... Надо напомнить, уточнить, что в то время не было никаких дикламатических отношений. Да, более того, мы сейчас привыкли, что США это большая страна. А тогда в пяти американских крупнейших городах была численность населения больше... Только в пяти американских городах численность населения была больше 50 тысяч. В Вашингтоне можно было куропатой из окна стрелять. Это донесение, так сказать. Более того, когда после экспедиции Анфилатов... Анфилатов, как мы помним, значит, получил миллион почти. Ну, он считал, что где-то 450. Ну, это, так сказать, все равно прилично очень деньги. Дипломаты, когда приехали, мне спросили, а русские уже тут есть? Вы знаете, после Анфилатова американская диаспора, которая сейчас насчитывается несколько миллионов. Было. Это было два человека. Один это священник католической церкви, князь Дмитрий Голицын, а вдруг беглый русский матрос. Если Дмитрий Голицын фактически причастен сейчас почти к цветым, это подвижники, то беглый русский матрос. Это очень интересная история, но это отдельная история. Это отдельная, да. К сожалению, не успею сегодня. Но самое главное, что после возвращения у него начинаются проблемы. Более того, когда его корабль, Святой Михаил, возвращается из Бостона, он неожиданно два раза садится на мель в Зумском проливе. Лоцман его садит. Это уже что-то. Значит, корабль фактически чудом спасается, какие-то спасатели их двигают. Но тут очень много обстоятельств, которые говорят, что начинается игра против русских торговых отношений. Конкуренция. Да. Причем конкретно со стороны Великобритании. То есть разоряется Екатерининская гавань, там захватывается от 11 до 17 судов, все остальное грузится водкой и хлебом, остальное все сжигается. Ксенофонд, судно, которое шло в Сален, оно захвачено англичанами. И если бы даже просто оно дошло, то Анфилатов бы уже не разорился. Он так и не знал, что это значит случилось судно. Его захватили англичане. Но самое большое дело, конечно, которое нанесло, это донос немецких матросов о том, что он занимался контрабанда. Мы уже с вами не говорили. Мы немножко говорили. Да, да. И поэтому просто скажем, что у него большие проблемы были. Но именно в этот период он выступает с кладательством о том, что в его родном городе учредить банк для помощи простым людям. Или, как он называет, малокапитальным, но трудолюбивым купцами и ремесленным. Вот давайте четко проговорим. Откуда вообще у ксенофонта Алексея что-то идея взялась? Вот. Спасибо. Дело в том, что действительно, откуда вообще у крестьянского сына такое знание финансовой стороны? Ну, почему он хотел, это все понятно. Потому что он еще в 1799 году попробовал взять кредит в тысячу рублей в приказе общественного презрения в Яцком. И он его не получил. Требования были высокие или что? Дело в том, что там вообще старались не давать. Потому что он был не дворянин. Учреждения финансовые есть, а с выдачей проблемы. Да, потому что он, во-первых, не дворянин, во-вторых, потому что они своих кредитовали. Зловопотребления там были просто страшные. Веленская губерния, Вятская губерния, проще так сказать. Потому что дешевые кредиты. Государство им давало деньги, они распространяли это, так сказать. Там отставки были очень часто. Вот. За какие-то финансовые... Ну, за махинации, честно будем говорить. Вот. Но тогда много махинаций действительно было. Вот. И Анфилатов понимает, что у него на родине должно быть... И вот, собственно говоря... сейчас как раз-таки открыли книгу, в которой говорится о... Так. Сколь великое беспредельное усердие мое к общему отечественному благу, пишет Ксенофон Танфилат. Это кому он пишет? Граф Урмянцев. Граф Урмянцев. Вашему сиятельству довольно то известно. Из некоторых моих особо по внешней торговле предприятий. Главнейшие, сколь клонившиеся и в коей основанным их расположением и удачным произведением в действии приобрели одобрение у самого правительства. Это про США. Вижу, чем будучи с ним усердием, желал я, милости государя, содействовать пользам для общества таким делом, которое для распространения в России торговли и с ней вместе и промышленность в разных мастерствах и ремеслах предлагало бы себе достаточный способ к денежным пособиям, купечеству, малокапиталисту в их торговых оборотах, а мещанцу и ремесленникам в куцеплении их умножения у совершенства и ремеслах и урокодилия под необременительные проценты. Очень важно, подчеркиваю. Да. Вот это он всегда подчеркивает. Я напоминаю, что это язык начала 19 века. Почему? По его словам, первое, при всех заботах правительства некоторым образом достигли взветущего своего состояния лишь в столицах и в главнейших торговых приморских городах, тогда как большей части у тех, кто уже успел ранее составить себе значительное состояние. Судьба же купцов малокапитальных, а ровно мастеровых и ремесленников, в особенности во внутренних городах, то есть в провинции, прямо-таки незавидна. Редкие из них трудами своими могут приобрести себе и столько, сколько, чтобы на одно только с семействами пропитание и городские повинности. Городские повинности это налоги. Это всевозможные налоги, да, сговоры и так далее. Причитой к тому милостивый государь мой, пишет он, что во всех прочих городах, кроме столиц, нет никаких особенных средств денежным пособиям за проценты, которые были бы умерены. Дальше он пишет, что интересанты потеряли совесть. Они довели проценты до 10 и до 12 процентов. Мы кого имеем в виду? Ростовщиков. Будем так говорить. Называются они интересанты, но они уже есть. Он говорит, что процент должен быть умерен. Не больше 6-8 процентов, а желательно, чтобы и 1 процента было. Главное, чтобы развивалась вот эта самая, так сказать, промышленность. Сергей Иванович, очень важный момент. Откуда взяты современным языком выражаясь эти ставки? От 6 до 8 процентов? А вот. Дальше он пишет о том, что по знакомству с заморскими банками. А с какими заморскими? Конечно, его корабли плавали и во Францию, и в Англию. Но наиболее интересное, сопоставимое, значит, очень похоже на уставы итальянских банков 15 века. В банке эти самые старые банковские учреждения в Европе. И основаны они были для борьбы с ростовщиками. Назывались они Монте Паи. И основывали их орден францисканцев в 15 веке 1470... Ну, неважно, 15 век. Да. Вот. И они для того, чтобы бороться как раз с ростовщическими процентами. Откуда брались деньги? После службы монахи проходили в церкви и просили деньги, чтобы богатые люди делились... Среди прихожанцев? Да. Среди прихожан. И эти деньги без процентов первоначально распределялись среди простых людей. Ну, у кого проблемы. Проценты... Среди простых людей проблемы всегда. Да. Потому что проценты. Ростовщики... Ну, там много можно... И, значит, и... Там святые многие говорили о том, что... Да, ростовщики это звери. А проценты там и до 300 доходили. Ну, и до 50 доходили. Мы просто с нашими можем сравнить. Они, в принципе, похожи. Так. Возвращаемся в Слободской. Да. В Слободской, значит... К общественному банку. К общественному банку. Какой ответ получил Анфилатов, собственно, от Румянцева? От Румянцева он получил добро. Добро. А от Слободского он получил недобро. Более того, Румянцев был удивлён. Потому что городские головы Слободского, это шестиглавая дума, на предложение Анфилатова, которое он переслал городскому голове Платунову, то же самое письмо, где он очень убедительно это всё доказывает, сказали, что ослобожение не хотят. Не нужен им такой? Не нужен такой. Просто, если вспомнить последующее событие, очень даже нужен. Да. И Анфилатов в своём письме графу Румянцеву убедительно доказывает, что его обманывают. Что просто часть интересантов, которая здесь есть, они не хотят, чтобы у нормальных людей был нормальный кредит. В общем, опять же, современным языком, ростовсическая лопия. Да. И поэтому устав Слободского банка был утверждён кабинетом министров Российской империи. Где прямо сказано, что если слобожане не понимают ещё, то, в принципе, потом они убедятся. И слобожане действительно убедились. В 1846 году слобожане икону поставили. А что собой представляет Общественный банк? Согласитесь, что это… Давайте сейчас параметры озвучим вот того банка, этого устройства, который был… сейчас чётко дату мы должны произнести. Дата основания Общественного банка… Банк основан был… В 1910 году. Тут вообще очень интересно, потому что, вообще, у меня возникал вопрос, честно говорю, как Ксенофон Танфилатов написал устав. Устав, который был переиздан… Кстати, он не говорил, что он написал устав. Он писал, что по представленному от меня уставу. Тут немножко разное. А, да, да. Смысл иной. Да, смысл иной. Более того, Слободской устав был переиздан, вошёл в первый свод законов Российской империи, Спиранский туда поставил, на первое место, и рекомендовал другим городам. Про Вологодский мы можем говорить, что он был первым, но он был без устава и без денег. Нет, на полном серьёзе. А вот на Слободской ссылались все последующие, потому что это было утверждённо, это было, так сказать, уже опробовано, это всё было… это было уже. Денег Амфилатов дал 25 тысяч, безвозмездно. Уставный капитал, так сказать. Да. И самое главное, он дал устав. Устав, который позволял функционировать вот этому банку. Собственно говоря, за что ему и респект такой. 25 тысяч, когда у него было 2 миллиона 400 тысяч, это… Тем более, Амфилатов хотел ещё таких банков наделать по России. Но вот быстрое, неожиданное разорение это помешало. Надо сказать, что политические проблемы – это действительно важно. Вот. Кто ему помогал? Надо честно сказать. Потому что… Кто помогал в организации банка? Да. Дело в том, что вопрос возникает, а кто написал, вообще помогал ему писать устав. Более того, в письме Платунову, во втором письме Платунову, он рассчитывает прибыльность банка исходя вот, значит, из 6% годовых, которые он считал должно быть постоянно. И оно, кстати, действительно, это общественные банки кредитовали более 100 лет под 6-8% годовых, как в Италии. Так вот, самое интересное, что он рассчитывает прибыльность банка из этих процентов на 105 лет вперёд. То есть, до 1917 года. Ну, в общем, самое интересное, что идёт геометрическая прогрессия, приращение геометрической прогрессии через 15 лет с фарс-мажорными обстоятельствами, с прибылями, и ссылки на подзаконные акты времён Екатерины Второй. Откуда человек, который школу не кончал, знает такие подробности? Более того, он превысокопит уставу Слободского-Анфилатовского банка устав учётных контор. Его вообще в свободной продаже не было. Его вообще нельзя было получить. А он читал, доказывал, значит, кто-то у него покровитель. У меня первоначально была проблема, что это его родственник, купец Попов. Предположение. Да, предположение. Потому что у него были работы по финансам, но здесь очень сильная проработка финансовых вопросов. И когда я столкнулся с архивом графа Мордвинова, а это крупнейший российский экономист того периода. Это просто, ну, что мы можем сказать. Пушкин его называл. Это вся наша оппозиция. Шеф жандармии говорит, что самая опасная это партия Мордвинова, партия русских патриотов. Потому что это его лозунг спасение России. Да многие о что говорили. Екатерина II называла его золотое письмо России. Вы посчитайте устав Мордвинова. Это написано просто великолепно. Я вообще не представляю. На этом вы сделаете предположение, что, возможно, как раз вы помощь на дату. Нет. Дело в том, что, значит, у меня целый список есть работ Мордвинова по финансам. Я это, так сказать, могу озвучить. Могу, как вам, так сказать. Ну, ничего, ничего. Это сейчас не самое главное. Да. Но самое главное, что в конце своих работ он почти всегда, почти всегда он был педант. Он озвучил прибыльность того или иного банка на 105 лет вперед с геометрической прогрессией по шагам 15 лет и прочее, прочее. Он теоретик. Это очень похоже на, так сказать, вот то, что было написано в письме Анфилатов. Анфилатов, да. Потом, значит, Анфилатов и Мордвинов были знакомы. Еще в 1802 году граф Румянцев, значит, писал, что ему был представлен прожект по Смоленому торгу через графа Мордвинова. Граф Мордвин был адмиралом, занимался закупкой для флота и с крупнейшим, значит, поставщиком различных товаров. Анфилатов ему знаком был давно. Что мы можем сказать еще? Прежде всего, граф Мордвинов, он был фанатик создания вольных банков в России. То есть банков, которые могли бы быть… Вольных, поясните, пожалуйста. Вольных – это значит не подконтрольных государству, потому что были как бы созданы уже государственные банки, они функционировали не всегда, мягко говоря, хорошо. И он считал, что нужно создавать такие системы банков, губернских банков, значит, частных банков по всей России. Потому что он считал, что кредиты – это кровь торговли. И вот в одной из своих работ он пишет очень интересную вещь. Мордвинов. Да, Мордвинов. Вольный банк… Вольный России банк не должен никаким… не должен делать никаких спекуляций. Не показывает и не прирастает ничего, ибо есть он не… не проминный банк, а банк для работы. Из всего краткого представления явно усматривается, что сей банк банкрот быть не может. Вон Филатова тоже написано. Банкрот не может быть, потому что исключены спекулятивные операции. Ибо не входит он ни в какие спекуляции. Вся сила у него состоит в единой сильной движении монет. Вероятно, что для… для прибрания той новой пользы и своей необходимости постарается каждый из своей недвижимости начинает, как бы, пускать деньги в оборот. И вот он пишет следующее. Сей план весьма противен интересам торговли английской, французской, саксонской и прочим. Быть может, многие скажут, что и некоторые российские фамилии могут от всего потерять. Немало. Это правда. Но правда неизбежна. Хотя бы сей план принят был или нет, ибо поступило уже таковых имений, мнений, в купеческие руки от купщиков винных немало. «Если великие, славные, мудрые и думами своими предки, преданными Богу и Отечеству предки тех фамилий русских, находясь ныне пред высочайшим престолом провидения, умоляют оно избавить потомков их от избытка, наносящейся им вред. Но то неизбежно. Предстоит тех имений лишиться, будя не хватать, оно скорее жить и поступать по примеру их великих предков. Впрочем, где идет речь о пользах государства и человечества, там и истинный россиянин не поступится ни под чем-то». Сергей Иванович, что это значит простым языком и на рекламу уйдем? Простым языком и прочее. Банки должны давать под необремительный процент. Они должны вовлекать туда как можно больше народа и способствовать, чтобы… Народа причем разночинного. Да, да, потому что он для провинции. Для самого обычного народа. И процент должен быть как можно меньше. Потому что это так называемые джиро-банки, то есть оборотные банки, а не спекулятивные. И что можно для этого еще сказать? Такие банки будут существовать вечно. Вот, вот. Мы сейчас уже как раз таки в вечность и делаем выстрел. Да, сейчас у нас реклама небольшая, продолжим после меня. Продолжается наш разговор с Сергеем Шуклиным, историком, краеведом, исследователем из Слободского. В стемпе нашего внимания сегодня Ксенофон Танфилатов. Наш легендарный купец, основатель первого общественного банка в стране 1850 год. Город Слободской. Переносится именно туда. И вот сейчас хотелось бы очень четко поговорить, что за условия выдачи кредитов. Мы процентно уже выяснили, кто получал, как это сказалось на современном языке, выражаясь социально-экономической ситуации в городе, в целом, в регионе. Итак, давайте пройдемся по основным вот параметрам. Мы, Ксенофон Алексеевич, сказали уже, что 25 тысяч денег дал. Да. Плюс там еще денег давали немножко. 3 тысячи. 3 тысячи, да, на вот это все бан пошло. Так. Граф Румянцев хотел, чтобы еще государство дал, но государство не дало. Ну, слава Богу, что не дало. Поэтому и прибыли рассчитывались от 28. Под какие условия давали проценты, соответственно, оговорены. Давайте произнесем. Значит, проценты выдавались под 6-8 процентов годовых. В Слободском, в основном, 6-33-7-0-4. Ну, где-то до 8, там, есть различные. Но самое интересное, это было стабильно из года в год. Более того, сейчас… Стабильно что? Не менялась. Процент не менялась. Да, то есть она очень небольшая. Почему-то сейчас не говорят, что в Российской империи было запрещено расставщичество со времен Екатерины Петровой, более того. По закону 1897 года взимание свыше 12 процентов – это была уголовная ответственность. То есть… Проводить параллели… Параллели очень интересные. И старухопроцентщице покажется вам так сказать… Тем более, что она занималась уголовным фактически делом. Хорошо. Еще какие условия? Да, условия. Значит, деньги выдавались под залоги и под поручительство. Чаще всего и того, и другого. Но дело в том, что так как проценты были невысокие, у тех же интересантов, которые были, они все равно были. В Вятской губернии, кстати, был всего один расставщик на 3 миллиона жителей. А в Слободском их вообще не было. Это официально? А сейчас в Слободском, по-моему… Да, официально. Официально. Вот. Значит, и выдавалось под залоги… Это была недвижимость каменная дава или ценные вещи. Оценивалось где-то, ну, в 30 процентов. Ну, от стоимости. Треть. Да, да. Потому что… Но это были краткосовечные кредиты на год с возможной пролонгацией. Возвратность была очень высока. Потому что люди сами стремились вернуть эти деньги, потому что в противном случае они попадали в черный список и это… Но более того… Портили себе кредитную… Да. Но более того, банк начинал помогать. И кроме того, им помогали так называемые поручители. Вот сейчас поручители есть, но это очень сложно. А тогда очень было интересно взаимное поручительство. То есть ты поручился за него, он поручился за тебя, но там кто-то еще. И весь город, например, как бы становился собственником банка и становился… Это была как команда. Это касса взаимопомощи. Это большое дело. Кто пошел за этими кредитами? За этими кредитами пошли малокапиталистые купцы и ремесленники. Потому что крупных старались от… От… Отсеивать. Отсеивать. Более того, банк контролировал городские думы. То есть дума, то есть местное самоуправление, которое получало прибыль, тоже заинтересовано было, чтобы, так сказать, это функционировало, чтобы прибыль, и чтобы не было как кошмарить бизнес, как сейчас говорят. Более того, банк и дума были партнером власти. Ну, например, за нецелевое использование 1040 рублей в Слободском отправляли в отставку городского голову. Был такой эпизод. Была такая история. Да. Но самое интересное другое. Возвратность была очень высока. И что мы можем сказать? На что брали? На что брали? На что брали? На что брали кто? Вот благодаря дешевому кредиту в 1848 году 75% населения города Слободскома были предпринимателями. Вдумайтесь. 75% населения занимались каким-то делом. Да. Причем это были семейные. Предпринимательством имею в виду. Семейные, из года в год. Потому что нормальный процент, нормальное отношение. И вот, например, из несуществующего дерева начинают делать шкатулки Макаровы. Это династия. Мастера с Бакулевского завода начинают делать подужные колокольчики. Это целые династии Желваковы, Каркины, Сетниковы. Меховое производство. 23 предприятия. Это, проще сказать, чего не было. И вот Слободской, для того чтобы их видели, и в Вятской губернии, другие города пытались это сделать. И очень часто банки, такие общественные банки, создавались в память о родителях. Это как? Ну, это в память о родителях. Например, Федора Веретенникова банк в Вятке. Видя, как процветает Слободской, московский купец вятского происхождения Петр Федорович Веретенников, так как его отец хотел бы, чтобы у него был, а у того были деньги, он написал попрошение в 1848 году о том, чтобы он хотел, взяв устав Анфилатовского банка, сделать такой банк в Вятке. Не получилось? Получилось. Получилось. Через 12 лет. Ну вот, да. Умер Петр Федорович. Я не помню, да. Да. Умер Петр Федорович, но родственники по завещанию все равно это сделали. И Вятка получил очень мощный источник развития. Котельнич, Кардаковы, другие, так сказать. Это было много. Некоторые создавались чисто на благотворительность. Но у Анфилатова не было цели чисто только на благотворительность. Он сказал, что нету такой цели. Но пункт пятый устава, что прибыль тратится на городские нужды, на благотворительность и другие, так сказать. Ну, часть прибыли. И она тратилась. На что она тратилась? Доплачивались учителям. Было куплено здание для гимназии. В общем, социальная сфера пошла тоже развиваться. Да, да, да. Там водопровод в Слободском был создан. И причем его строили та же фирма, которая, например, делала на Красной площади ГУМ. Мюра Мюрлис. Потому что деньги были. Потому что, проще сказать, доплачивали врачам, учителям. Содержали лекарства для бедных. В Слободском был. А воровать умудрились, Сергей Иванович? У нас злоупотребление было. Злоупотребление. Воровать очень интересное, значит, нашумевшее... Но это я так отвлекся. Нет, правильно вы сказали. Потому что было очень интересное дело. Таких банков вслед за Слободским было создано 347. По всей империи. По всей России. Это в каждом третьем даже больше городов. Особенно, вот я вам даже хотел показать, значит, список городов Российской империи, где были такие общественные банки. Но я поверю вам. Три сотни. Да. Их было очень много. И они создавались... Десяти тысяч, двадцати пяти тысяч было достаточно. Но брали... Это вот для... Мы имеем в виду денежную сумму. Да, да, да. Это были небольшие суммы. Но брав устав, они, значит, возвратность была высокая. Им позволялось кредитовать в пять-десять процентов. Разорялись редко. Но зато дело, которое прогремело, это Скопинский банк Рязанской губернии, оно прогремело на всю Россию. В двух словах сейчас получится. В двух словах это была первая пирамида задолго до Мавроди. Финансовая. Да. Дело в том, что, значит, в Скопине был основан в 1863 году общественный банк. И бывший бургомистр, а потом директор Иван Рыков. Сначала он это... А потом он просто ушел во все тяжкие. Несите ваши денежки. Да, 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 да. Причем интересно, что Ярославцев, он, так сказать, не брал кредиты. Зато развернул благодаря журналам по всей России рекламу. И с уставным капиталом в 10 тысяч они напривлекали 12 миллионов. Рыкову вменялось... Ну, они город отстраивали, там много чего хорошего делают. Но там такие были злоупотребления. Достаточно сказать, что когда был суд, обвинение читал Плевака. Журналист ослечал это... Был Антон Павлович Чехов. Желающих было... Присутствующих было море. Но Иван Рыков сказал следующее. Он сказал... Ну, я... Закончите мысль. Значит, что... К сожалению, это был единственный... Ну, это... Это был самый выпивающий случай. Но это был единичный случай. Потому что система контроля должна быть. Их там вообще, оказалось, не было вот в этом, в скопине. Но... Сергей Иванович, к сожалению, время у нас, да, приходится обрывать. Просто я еще хочу вам все-таки закончить тем, вашими чаяниями, вашими надеждами на то, что время нашего земляка, ксенофонта Амфилатова будет достойно увековечен. Давайте еще раз напомним. Конечно. Спасибо. Что бы вам хотелось? Музей. Да. Мне хочется, чтобы сохранились воспоминания. Более того, возможно, что вновь и дела, и имя ксенофонта Амфилатова поможет вспомнить лучшие традиции русского предпринимательства. И вятского, и... Потому что они действительно хорошие. Вот, например, Райфайзен 1800. Они сделали очень похожую схему. И Германия, и Австрия получили очень мощный толчок. Почему у нас сейчас... Почему мы забываем, да? Почему мы не теряем эту опору, основу? Почему мы забываем, что расставщичество – это грех? Мы забываем, что это плохо не только с экономической, но и с моральной точки зрения. Вот, буквально, закон о расставщичестве принят только в прошлом месяце. И тот такой половинчатый. А ведь, ну, надо действительно это... И ксенофон Амфилатов, если о нем вспомнить, а это юбилейные даты у нас, это... Он достойный. Тем более, что награду он не получил, которую ему Кабинет министров хотел дать. Вот. К сожалению, завершая нашу беседу, еще раз обращаюсь с нашим слушателем, неравнодушным, возможно, представителем бизнеса, руководителем и так далее. Вот, есть такая идея, достойная вековечить память ксенофон Амфилатова. Если вы разделяете это, пожалуйста, мы можем помочь вам связаться с Сергеем Ивановичем. Координаты нашей редакции всегда известны. Можете звонить, можете писать. Ну, а на этом мы завершаем нашу программу. Очень интересно, очень познавательно. Эта программа издована в Вятке. Напоминаю, Сергей Шуклин, историк, краевед. Я думаю, что мы найдем еще материал для того, чтобы продолжить наш разговор. Алексей Шуклин, Санкт-Петербург. Всего доброго. На сегодня все. До свидания.